всем добрый день прокапельный полив продолжим про контролер прокапельные ремонт и обслуживание рассказал про контролер смотрите вот сейчас показываю это огуречные грядки 616 когда упадет до минус меньше 486 он включится для того чтобы проверить вот видите вилка тут рядом обратите внимание даже пошевелил я раз она упала вилка он слышите пошло то есть закапал эти полюс так даже можно проверять там бород надеваете вилку для проверки вытащили он сразу показывает должен показывать грубо говоря 0 видите 7 минималку идем дальше вилка по влажности то есть почва когда влажная она показывает до 1000 или там до определенную момента сейчас мало да смотрите давайте вот здесь проведем эксперимент здесь с этой стороны сухо должен выдавал засовываем суем видимо как своем глубже глубже видите сразу 180 дальше глубже вот она 265 то есть в этом углу сухо здесь капельный полив дальше ведь он дальше стоит для арбуза так вот ставим его примерно где-то ну я ставлю его вот между кустами да тут мульча с это с газона которым среди и я его например раз вот ведь черненькая чтобы скажу что у нас показывали 331 то есть почва немножко сухая когда она увлажнится и дойдет до 520 он выключится давайте проверим берем просто капельный полив открываем и на вилочку льем через сколько же он поднимется раз два три четыре пять шесть семь выключить видите за пять секунд вилка увлажнилась то место где то есть можно ставить чуть-чуть подальше сантиметров 15 эти зависит он же не увлажнится почва то есть надо ей подальше ставить мы сейчас вот тут переставим чуть-чуть опять обратно включить переставим другое место подальше немножечко закроем там сухо пока значит все это место не увлажнится и не дойдет до 520 он не выключится эти пошел набирать из капельный полив работает то есть вот так вот минимальное значение когда он включается максимальное когда выключается все вилочку экспериментальным путем можете вывести глубину смотря как у вас замульчирована не замульчирована что вот такие вот видите у нас тут самая интересная ночь обрывать работать у нас тут свет есть вечером прохладно шикарно прям днем же растеряем в теплице хоть форточек куча 1 форточка 2 форточка 3 форточка авто на термоприводах здесь температура такая семья оптимально хорошая ну и соответственно автоматах делать им надо меньше ну то есть полива да не часто как и больше здесь сделано на 100 то есть разница на 100 диапазоне томатом нужно реже полив все также вилка закопана земля подсохла упала капельный полив открылся все заработало получилось вот такое длинное видео такая у нас красота всем хорошего дня почему она не может быть смотрите у меня 999 то есть вода когда капельный полив поливает до поливает вот вилка вокруг него упала вытащил ее на воздух полив начался так вот она же например влага которая поливает из капельниц она на почве дойдет до вилки и вилка сработает на контакт с водой может же пройти определенное время а воды в это на это могут налиться то очень много вот видите я ее в другое место поставил и вот эта масса воды пока дойдет до вилки в другом месте чтобы почва увлажнилась набрала хорошо воды то это же время то есть она доходит а там уже тысячи то есть максимум 990 есть все возможно я например вот смотрите поставлю возле капельный слопа и выключилась сразу показывает уже видите какое огромное значение так что ничего страшного